Привет! Я знаю, как многие любят всякие мелкие советы, хитрости и трюки. Опытные игроки зачастую знают их все, но довольно редко делятся ими с новичками, потому что думают, что ну камон, это же и так все знают. Но я уверен, что не все. Так что в этом видео я перечислю несколько мелких трюков и замечаний, о которых ты мог не знать. Ну а если такой формат видео понравится, то я могу делать мелкие такие вот нарезочки с лайфхаками чаще. Уж новым стражам они точно будут полезны. Итак, первая фича или баг, которая может немного, но сохранить вам время, если вы часто летаете к Вариксу. С вендором можно общаться через стекло за ним. Просто проезжая мимо, подойдите и посмотрите чуть ниже Варикса. Или присядьте, вам станет доступна кнопка диалога. Если вы, как и я, часто пользуетесь модами военного разума на создание элементов Распутина, для вас приятным сюрпризом станет то, что теперь при убийстве любого босса или чемпиона с помощью оружия серафимов или икел, ну или при соответствующих модах урона, стопроцентно появляется заряд. Очень полезная фишка при прохождении сумрачного налета или легендарного затерянного сектора. На первом этапе рейда «Склеп глубокого камня» есть баг, который позволит вам без проблем пролететь с первой точки до последней без необходимости останавливаться на каждой. Вызывайте свой сперл, вылетайте за границу согревающего купола и спрыгивайте с байка. Потом заходите в купол, оставив байк снаружи и нажимайте кнопку «Сесть», так, чтобы сперл оставался на улице. Всё, на вас не повесится дебаф заморозки. Пока что это работает и позволит вам взять в соло первый сундук, например. В затерянном секторе бункер Е15, на локации руины Ивентайда, вам нужно спасать пленных фреймов, после чего они помогут вам расправиться с врагами. Но мало кто замечал, что они считаются за полноценных напарников по команде. И если на вашем оружии есть перк «Линия огня», он будет активироваться при нахождении рядом фрейма, будто это живой игрок. Дополнительный баф к урону может пригодиться при прохождении сектора в соло, например. Многих жутко раздражает заморозка, особенно в пылу битвы в Гарнила. Так что давайте пара советов о том, как с ней справляться. Во-первых, кто бы вас не заморозил, вы всегда сможете мгновенно высвободиться из ледяных оков, просто активировав свой супер. В таком случае проигрывается именно анимация активации супера, а не разморозки, и вы значительно быстрее выйдете из ледышки. Параметр брони «Стойкость» наконец-то применим в Гарниле. Теперь он спасает вам жизнь при заморозке. На геймплее я показываю разницу в том, сколько процентов здоровья у меня отнимается при высвобождении от заморозки с параметром стойкости в 30 единиц и сколько при параметре в 100 единиц. Как видно, при максимальных значениях персонаж вообще едва ли получает какой-то урон. Так что учитывайте это при сборе снаряжения для ПВП. Уверен, что это не раз спасет вам жизнь. После выхода дополнения за гранью света антибарьерные патроны на любых пистолетах-пулеметах толкают и станят всех противников, даже мощных с желтой полосой здоровья. При прохождении сложных активностей вы можете так удерживать прущих на вас мобов или вести огонь на подавление, чтобы в вас не летели бесконечные гранаты дрэгов, например. Мод на патроны против перегруженных воителей на винтовке разведчика самый быстрый способ застанить такого мощного врага. При условии, что на вашей скаутке есть перк «Фугасный снаряд». Из-за особенности перка, урону по площади, вы за пару выстрелов дезориентируете врага. Узнал что-то новое и хочешь еще? Ставь лайк и я постараюсь собирать такие мелкие советы в видео почаще. А может быть ты и сам знаешь какие-то скрытые фишки, о которых стоило бы знать и остальным? Тогда пиши в комментарии и возможно я расскажу о твоем совете в следующем видео. Также не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новый ролик и до связи!